Прошел компас подъема. Свидетель центрального и ботового бракета-носителя вышли на режим главной ступени стяги. Для Айчины и космонавтыки началась новая эра. За стартом космичного корабля «Союз МС-25» с Байконура сочил без перебольшивания у весь свет. Але для Беларуси гэтая падея мая особливое значение. До Клуба космичных держав наша краина долучилась в 2012-м, коли запустила свой сподорожник. Але полет космонавта з усим и інший масштаб. Марина Василевская здайсня и его разом с командиром экипажа, нашим земляком Олегом Новицким и американской астронавткой-бордэнженером Трейси Дайсон. Перед полетом настрой самый оптимистичный. Беларуска упевнена, у них все отрымается. На станции я направляю розные доследования у Тымлику, у биомедицинской сферы и у галине аграрных технологий по выросшиванию рослин в космосе. Мы готовы к полету. Выполним все на 100%, даже больше. Я уверена, потому что с таким экипажем только в космос. До освоения космоса беларусы мают самое непосредное дочинение. Представники Гомерской области – не выключение. Уроженец Дубружского района, герой социалистичной працы Михаил Борисенко, разом с основальником советской космонавтики Сергеем Королёвым, починал распрацовку космичной техники еще в другой середине 40-х годов минулого стагодзя. Под керовництвом уроженца Будыко-Шалёвского района Василя Старовойтова распрацовывались элементы знакомитого лунохода. Гомерский журналист Владимир Ларийонов не однойче наведвал зорковый городок и был особисто знакомый со шмат якими космонавтами. У его архиве множество фотоздымков с их аутографами, включающие аутограф первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Такие ж дарычи зараз можно убачить у городской библиотецы. Полет белорусской Марыны Василевской для Владимира Ларийонова по десу светного масштаба. Речь идет не просто об астрономии, космонавтике. Речь идет о том, что вот эти два направления человеческой деятельности, они тянут за собой и физику, и математику, и химию, и биологию. И, в конце концов, и науку, технику в целом. Очень надеемся на то, что космонавтика – это не только наше настоящее, но еще и будущее человечества. Поэтому этот полет, он тоже должен внести свой вклад в развитие космонавтики. Ну, конечно, и белорусской тоже. На Гомельщине о полете у космос белорусской Марыны Василевской ведали на ПЛНУСе. Гэта подея – подстава для гонору за свою родиму. Конечно, значимое событие. Это с момента самостоятельности – это первый полет. И тем более женщина. Что даст это Белоруссии? Какие-то научные изыскания будут проводиться. Это прорыв, мне кажется, как бы в космонавтике. Для маленького государства оказаться где-то там в космосе. Пусть и при поддержке другого государства. Но все равно, мне кажется, технологически важно. Женщина-летчик звучит очень гордо. А космонавт – это выше всяких похвал. Я желаю побить ей все рекорды, чтобы ей небо во всем покорялось в небесах. Поэтому я ей желаю успехов и всего-всего самого хорошего.